всем привет мы продолжаем рассматривать разнообразные масштабные модели выходившие в различных журнальных сериях около 10 лет назад и в сегодняшнем видео хочу вам показать бразильское издание chevrolet collection и их пикап chevrolet 3156 года данная журнальная серия стартовала в 2015 году она завершилась к апрелю 2019 года изначально журнальная серия насчитывала 40 выпусков затем ее расширили до 71 выпуска плюс спец серии для постоянных подписчиков данного журнального издания и в спец серии входили различные кареты скорой помощи спец шасси и автомобили в интересных схемах окраски первый выпуск продавали за 9.90 второй выпуск стоил 29.90 и начиная с третьего выпуска цена поднялась до 47.90 бразильских реалов свой пикап я приобрел в европейском магазине и цена в европе на эту журнальную серию варьируется от 5.99 евро до 25.99 в зависимости от масштабной копии и конечно в европе продаются далеко не все выпуски которые выходили в бразилии вам для сравнения я приготовил еще пару пикапов один бразильский второй из польской журнальной серии мы посмотрим на их уровень проработки сравним с этой масштабной моделью и вы в комментариях можете написать а какие пикапы есть ваших коллекциях возможно тоже из бразильской журнальной серии возможно вы собираете автомобили из других журнальных серий сейчас кстати выходит журнальная серия автолегенда новая эпоха но к сожалению у меня нет возможности приобрести эти модели поэтому обзоры на автолегенда новую эпоху я сделать не могу и здесь модель поставляется в очень симпатичном дисплей кейсе и по большому счету можно покупать модели ради упаковки потому что отдельно коробочки стоят порой дороже чем вот это журнальное изделие также модель пакуется в защитный блистер с черной подлодкой написано что модель изготовлена в китае на задней стороне упаковки есть различная информация которая касается импортера и импортер здесь salvat brazil но кстати написано было что эти модели изготовлены на пресс-формах xo models я лично не видел в коробочках xo таких автомобилей но возможно так и есть и написано что эта модель изготовлена по лицензии general motors давайте снимем прозрачный колпак и посмотрим на модель поближе очень красивый насыщенный зеленый цвет который подходит этому пикапу и общий уровень проработки здесь довольно хороший хотя есть небольшие огрехи есть заусенцы на пластиковых деталях также следы от литников и есть непрокрасы в некоторых местах но это не столь критично учитывая невысокую цену на эту масштабную модель у этого пикапа металлическая кабина а кузов сделан из пластика и по тону пластиковая деталь не отличается от металлической окрашенной детали в тот же цвет черный салон из пластика окрашенного в массе проглядывается рулевое колесо рукоятка переключения коробки передач дверные ручки просто обозначены серебристой краской как и лючок горловины бензобака зеркала заднего вида здесь сделаны из пластика и покрыты хромом как стеклоочистители и стеклоочистители на моем варианте уложены не очень аккуратно вполне хорошо сделана облицовка радиатора установили регистрационный номерной знак красного цвета и вид портят черные точки на осветительной технике и почему-то поворотники здесь тоже обозначили просто краской могли бы их сделать из прозрачных пластиковых деталей и кстати на линзах фар присутствуют рассеиватели это тоже несомненный плюс осветительную технику можно доработать убрать черную точку литник срезать и сделать подложку из фольги тогда осветительная техника будет более выразительной возможно в будущем я займусь доработкой этого пикапа но пока что в ближайшее время оставлю его в первозданном виде вполне хорошие покрышки с white wall ами также симпатично смотрятся колесные диски с хромированными колпаками и на заднем борту белым выделена надпись chevrolet можно что-то положить в кузов и мне очень нравится подставка под наклоном здесь также присутствует значок и указан прототип chevrolet марта роча 56 года давайте открутим модель от подставки посмотрим как у нее сделана нижняя часть и здесь пикап крепится при помощи двух винтов под крестовую отвертку у вас не должно возникнуть проблем с демонтажом модели от подставки хотя на многой продукции от exo models винтики сделаны под шляпку с треугольной отверткой и вот так выглядит нижняя часть все очень условно и днище крепится при помощи двух винтов тоже под крестовую отвертку на покрышках присутствует протектор колеса установлены не очень аккуратно если их вращать то они идут восьмеркой но опять же еще раз повторюсь это низкий ценовой сегмент и здесь ожидать чего-то сверхъестественного не стоит давайте прикрутим модель подставки обратно и сравним ее с другим пикапом который есть моя коллекция второй пикап 59 года и это довольно крупные пикапы по размеру кабина у них примерно как у 130 зила второй пикап мне тоже визуально очень нравится у него другое оформление передней части бампера здесь тоже окрашены в белый цвет другой дизайн кузова также немножко по-другому сделана надпись chevrolet а по габаритным размерам они примерно одинаковые и также могу вам показать польскую журнальную серию автомобиль марки tarpan тоже вполне удачная масштабная модель у меня несколько тарпанов в коллекции и на многие модели я уже делал детальные видео обзоры кому интересно можете искать старые видеоролики на моем канале их тоже скопилось довольно большое количество на сегодняшний день и на мой взгляд нижняя часть лучше проработана у польского журнального изделия здесь также присутствует сцепное устройство и вы можете сделать сцепку с небольшим прицепом по размеру tarpan примерно такой же как пикап chevrolet вот такая вполне симпатичная модель которая может стать украшением вашей коллекции если вы собираете различные иномарки и автомобили chevrolet в частности пишите ваши комментарии что вы думаете о данной журнальной серии понравился ли вам данный пикап также хотите ли вы обзоры на другие пикапы которые есть в моей коллекции если вам понравился данный видеоролик не забывайте поддержать его лайком вступайте в мои группы в социальных сетях вконтакте и фейсбуке жмите на колокольчик на сегодня это все до новых встреч пока пока субтитры сделал DimaTorzok Добавил субтитры сделал DimaTorzok Добавил субтитры сделал DimaTorzok Добавил субтитры сделал DimaTorzok Добавил субтитры сделал DimaTorzok